окей всем привет это папа смит и вадюха кузнецов два брата кузнецов и перед вами опять ведем следующую рубрику от фонаря приходит очень много вопросов вы просьб чтобы больше снимали моего брат братана я не против я не против поэтому сегодня так спонтанно ехал я на машине на работу и по радио слушал программу и значит там обсуждалось вопросы потенции а то всем советсами камерзной темы опять к сексу возвращаемся и мне вот захотелось тобой сегодня обсудить такой вопрос например немножко подковыркой от начались к спортивному когда ты прекрасно знаешь да и я знаю что во многих олимпийских сборных не только в российских но и за рубежом за рубежом реже но почему-то у нас в россии гений тренера в игровых видах спорта там и других видах они запрещают спортсменам на протяжении чуть ли не тридцати дней даже тем спортсменам которые женаты и женщинам которые замужем заниматься сексом они объясняют это чем что они расходуют великую энергию что им нужно накапливать энергии понимаешь у меня да я как готовься к этому вопросу но я слушаю я немножко от себя скажу да потому что уже были исследованы и было доказано что чем чаще мужчина происходит выброс тестостерона из организма кончая до тем больше он начинает вырабатывать это свои функции включаются и выработка тестостерона происходит намного больше нежели она была и начать так что получается если мы запрещаем соответственно выработка становится затормаживать минимальные если она затормаживается происходит торможение обмена веществ торможение обмена веществ торможение всего нету отношения болезни от нервов только трепер удовольствия понимаешь если мужчине не давать секс у него будут совершенно он с точки зрения садит с ума он и что он самый случай вести нормальный мужчина самец я не за тех кстати между прочим секундочку меня хорошо видно все нормально прошлый раз на видео пришел камень такой слышите вы и братаны чем в пол сервис будете когда на видео я проверил в камеру нас нормально сейчас еще раз мы теперь будем вот так время смотреть на вас обниматься и диктовать это все шутка конечно это все шутка я к тому что ребята мы не в голливуде и мы снимаем то что мы хотим и многие почему то начинают брать на себя роли режиссеров из давать нам советы как нам сидеть как нам держать что нам делать и тому подобное ребята расслабьтесь кому интересно и как я уже говорил смотрите наше видео кого не интересно не смотрите мы ни за кем не гонимся никого сюда не зовем мы пришли нравится оставляйте камень и задавайте вопрос дальше возвращаясь к вопросу о сексе значит действительно будет здорово маленький член ты хочешь до этого мы решили что поэтому я и ноги не качаешь я сказал нет нет смотри статистика еще говорит о том что почему-то в россии статисты говорят 75 процентов мужского населения после 37 лет становится импотентами ну есть такая проблема и как ты думаешь в чем вопрос давай глобальные такие вот россии можно даже наслаждать сильно глобальной проблемы потому что почему очень много то чтобы я сталкивался они все сколько спортсмены наверное разрешают заниматься мы немножко скажем это поколение до которым сейчас там 30 тогда их упустили на тот момент когда наше поколение мы вращались 90 мы равнялись на швастнегеров сельвестра сталлона лунгрен из там ван дамы то есть у нас бы даже я лично его знал 95 даже мой большую жену за жопу попытался схватить и у нас были некие дьяволы на которых мы хотели равняться потом немножко все это переигралось да и кто сейчас идеал у нас паттерсон то есть это считают секси мой какой паттерсон такой паттерсон обычный какой-то на ворсбле бородатая вот это немножко другой виду к тому что сейчас видел это что паттерсон орланда блум такие вот с подпудренные подкрашены как бабы то есть я не считаю их мужчинами не дай бог да простят меня мои фанаты это не те идеалы на которых надо равняться то просто не гроза этих сравнений да мы ушли немножко от активного образа жизни мы не то что мы а вот это поколение она и мне интересно ходить тренажерный зал если они ходят тренажерный зал лучшем случае они сидят на каком тренажере и чатятся в мобильном телефоне потому что сейчас модно тренировок нет активность занижена если мы ходили гуляли то они сидят и чатятся именно гулять то ладно крыль с ним с этими часами извини меня если мы восьмидесятые года когда у нас не было чуть чатается но я ходил из языком у здесь и искал где бы найди девочку какой бы шок шпакнуть и проблемы были тогда что девочка целомудренный хочу забивать хорошо если они вот забиваешь ну блин все равно потенция если у нас и вот это все виды процент активность снижена а почему уж на активности кровообращение малого большого таза и всего остального не умывается простаты все такое отсюда все эти проблемы неприятные то есть если вы не тренируете члена член это является одна из мышц тела то что происходит он соответственно дреблеет тонусу мышцы падает и также сегодня в радио я услышал девушка которая рекламировала какой-то продукт для повышения потенции она сказала чтобы мужчина мог заниматься сексом до старости но я вам скажу так что слава богу у меня отцу моему 75 лет дай бог ему здоровья до сих пор занимается активно вот и как говорится борец и все такое что надо кушать петрушку же пучками или что мне говорят укроп надо хавать и говорят что в тыкве нам а там самым все это есть но это все херня это для это для это все для ребят которые не занимаются спортом но для тех кто кстати это мы смеемся не смеемся но вопрос на самом деле очень серьезный потому что ко мне подходили несколько лет назад ребята которых действительно потенция падает там 40 лет он уже стариком считается у него там эрекция нет и тому подобное он спрашивал вот мне там прописали курс тестостерона вот но он конечно называл там ну элементарный простой терапевтический курс на что я говорю ну слушай если у тебя свой тестостерон не выделяется то разумеется прими советует врача тут ничего там нет а мне сложила это же анаболики послушайте чтобы избежать те побочных эффектов и от анаболиков там и это все занимайтесь активным видами спорта да не только бегаете на лыжах своих и кстати если не хотите быть настоящим и патентом не занимайтесь велоспортом сейчас многие скажут как так а вот так американские ученые провели исследование очень сильный и это самое что когда велосипеда очень много и патентов в велоспорте почему наверно писать не надо они сидят на простательной железе постоянно надо снимать сидушку и сокращают кровоток который проходит сделать проще открутить сидушку есть популярность кончатый рост и шутки шутками значит один я как-то это возвращаясь опять-таки к активности гоник где-то год назад тренировал очень такого богатого человека богатая не любят собрать всех лучших да там вот этот богатый пушка меня это тренирует самый лучший и мне посчастливилось поговорить с профессором одним который занимается планированием какие-то очень очень знаменитые он сидит на силиконовой аллее в соединенных штатах сам русский профессор несмотря на то что он русский профессор ребята когда я начал с ним разговаривать он не знает элементарной физиологии вот так мы все бились и тому подобное ну ладно это не его специфика но человека когда начал советовать моему клиенту как повышать уровень тестостерона понимаешь он просто надо каждого утра ложится на бочок и делать ножнички понимаете да точно такой на и меня просто ты сложишься на бочок и делаешь ложечки одну ножку подняшь как делает как девочки делать я когда это увидел понимаешь ну понимаешь он профессор у него там три-четыре образования как мы по предыдущим говорили понимаешь у меня нету образование про меняешь это физически и железок и там и тому подобное мне стало более страшно и вот этот человек как бы он святилище там и тому подобное что не советую херню понимаешь значит но уж если ты ножнички поднимаешь то есть элементарный станок который называется сведение разведения если ты хочешь проработать простату кстати для повышения потенции вот но я рекомендую редко потому что за ненадобностью слава богу а во-вторых я хожу на водку а когда ты ходишь гантель видом обосраться можно от совершенно верно поэтому вот эти все движения они заставляют кровообращение в нижней части таза и просто ты все же хочешь кто мы сделаны потому мы не потому что ты вот ходишь а я жму но ты девочек решать совершенно нужно прийти меньше жрать разного дерьма и укропа приходить спортзал и начинать работать нижней частью таза про знали 2 2 проблема очень много красивых женщин спортзалов он может уйти из 7 тут этот самец который у которого сегодня проблема завтра мы проблему это решить до осилить и он хотя бы одну которая в спортзале и продержится ли он больше пяти минут понимаешь даже не слушай а вот еще такой момент неинтересно легенда говорится что когда через хан великий воин завоевал весь этот мир там и тому подобное он пришел на тибет и обратился к мудрецу сидящим пещере там который там же живет там четыре зала много кого-то из лампан поручен пришел оговорит я великий и я хочу жить вечно как мне это сделать а он ему знаешь что сказал ты слышишь а много проливал семя типа ну и по все да значит драконить нельзя получили и вот кстати в ведической культуры и тому подобное что горящим сексом заниматься не же как ты вот эту к этому относишься ты готов отказаться от секса вообще чтобы не не собираюсь я честно говоря тоже у меня так я почувствую репу все время и когда слушаю какие-то медические там лекции том или там христианские где монахи отказываются там ну да еще при этом ребята я не готов быть святым знаешь лучше прожить 10 лет в роскоши чем 20 лет нищете да не знаю не знаю куда ты камень кинул но я к тому что я бы сказал так труднее быть святым в городе и когда в округе красивых женщин чем уйти в пещеру сесть и заниматься мудростью понише достигать высот высокого когда тебя никто не мучает и когда искушение базами когда нет никаких успешек искушений и так подведем итог подведем итог от чего импотенция в российской федерации а ты кстати бухать бросил я рассказал я еще написал даже с этим не никто не похвалил то есть программа которую мы придумали с тобой она повлияла на тебя положительно и несмотря на твой цвет лица фиолетовый оказывается завязал или ты загораешь я заберу она понял он загорает это самое так что вадюха у нас а теперь мы поднимали на курение влияет также на потенцию так говорят пока не влияет я не так ну курю и затем и потом ты еще молодой до 307 лет или два года ставишь чтобы бросить курить но на самом деле ребята это такой близ близ опрос был на самом деле вопрос серьезные потенция я вам отвечаю если вы хотите активизировать потенцию до сексуальной ну во первых и это правда сексуальная энергия она вырабатывается тогда когда вы не пользуетесь и вот эти вот все люди которые говорят и мудрецы что нужно накапливать сексуальной энергии потому что она самая мощная она действительно очень самая мощная есть психологи которые говорят что самая страшная энергия это сексуальная тот кто не умеет и пользуется становится кем маниками у меня вопрос разозрел количество подходов там в день или в неделю это иметь какой-то слушай на тебе зону когда молодой такой как ты я думал что ну каждый день по разу это как бы нормально но сейчас когда мне уже далеко за 45 мне хотя бы дотянуть 22 два раза в неделю такой же молодой нашу оператор я тоже отщепучивался всякого да не просто есть некие шаблон скажем да или все таки у кого как полу нет я тебе скажу так и честно это уже по-серьезному да вот раньше молод когда я был молодой ну лет 26 36 да вот я мог заняться сексом с женой и через 15 минут идти спортзал и прекрасно себя чувствовать сейчас сейчас когда мне уже там 48 до после активного секс бывает разный добывает курики пять минут там раз раз там это убежала есть на 40 минут работаешь как пахать да поэтому и после с 30 минутного секса я тебе скажу мне уже в спортзал не хочется я уже как дедушка не были бы не трогали и поспать и полчасика уважаемые зрители если у вас пять минут можете если у вас было 30 даже не рыбать то это уже и аэробика то есть это тот самый кардиоскулярная система у вас нормальность пусть поднята то есть вы считаете что вы уже отгрузили кстати калорий чем новый но на самом деле еще подчеркнул что если вы практикуете регулярно то допустим женщинам это все знают женщинам нашим бедным российским потом не хватает мужиков мочу получу нас мужики блин алкоголь и блин пивоглоды и наркоманам че души все больше и бедные женщины наши страдают и приходится смотреть на стороне выходить замуж за иностранцев и того подобное так давайте же поднимем потенцию в российской федерации вернем наш рот как говорится в русло на самом деле эти говорю что на меня не влияет если бы я готовился комнаты соревнований я бы не отказывался от секса потому что это опять-таки обмен энергии это помогает наоборот мотивирует чем чаще тем лучше то есть секса продолжаем заниматься пока не ok продолжаем заниматься сексом правильным а это был папа смит и вадюха кузнецов всем привет до следующего видео с наташей трухиной вадик у нас же 3 ждите это будет бомба просто да у нас будет рынка зарубимся с наташей трухиной это достойный соперник ребята когда мы снимаем видео с наташей мы не высказываем свое мнение что нам что-то нравится или не нравится во первых мы показываем ее я например поражен что она женщина и она достигла такого результата понимаете в качестве в качественном наращивании мышц и между прочим эстетически в плане того что все-таки талия у нее узенькие широкие плечи то сети смотреть поэтому просьба без оскорблений задавайте вопросов кому не нравится ну ставьте дислайк не надо оставлять хамских своих комментариев которые будут просто-напросто удаляться или блокироваться итак следующее видео ждите с вадиком и на дашь будут рубиться пока